Без преувеличения. Главный старт зимнего легкоатлетического сезона в Омске. На 40-й мемориал Булатовых, что называется, проверить сцепление с дорожкой, съезжаются спортсмены со всей страны. В юбилейных соревнованиях участвовали представители 15 регионов, более 100 человек. Всех их поприветствовала вдова Вадима Булатова Людмила Викторовна. Соревнования стали, всероссийские соревнования. На них приглашается масса-масса великих спортсменов, наших выдающихся спортсменов. И молодежь учится, понимаете, учится умеет. И было с кого брать пример. В Омск приехал участник Олимпийских игр Роман Сазонов. На омской дистанции его задача была обижать своего главного соперника на чемпионатах России Дмитрия Сычева из Хакасии. И цель на мемориале Булатовых была достигнута. Готовились очень хорошо. Мне понравился наш подготовительный сезон. Что сделали, то смогли. Немного ошибки исправили. Думаю, результат будет хороший. Хороший результат показала и амичка Кристина Сивкова. Мастер спорта международного класса была признана Омской Федерацией Легкой Атлетики спортсменом года за победу на чемпионате России. На мемориале она также победила всех соперниц на своей фирменной дистанции 60 метров. Я по традиции уже открываю свой первый старт именно в Омске. Форма сейчас не очень хорошая, потому что мы решили немножко попозже войти в форму. Поэтому сейчас на серьезные результаты не рассчитываю. Популярный турнир стартовал в 1976 году, когда Георгий Булатов, выдающийся тренер, согласился дать ему свое имя. Он считал, что это поднимет престиж соревнований. Так и случилось. А позже его дело продолжили сыновья. По сей день учрежден специальный приз имени рекордсмена Европы сына Георгия Булатова Владимира за победу в прыжках с шестом. В этом году высоту в 5,50 метра покорил Тимур Маргунов. По правилам даются три попытки на одну высоту. Ну, ты с первой всегда не можешь брать высоту. Так что силу лучше рассчитывать и всегда брать с первой, с первой, чтобы в дальнейшем, когда выше, выше будут у нас, чтобы ты в силу побольше оставалась. И сегодня складывалось в принципе хорошо. Я после травмы еще я прыгал не с полного разбега. И довольно неплохо для начала, первый старт в сезоне. По итогам двухдневных соревнований амичи стали чемпионами в трех дисциплинах. В беге на 60 метров победила Кристина Сивкова. На 2000 метров Светлана Карамашева. Также наши выиграли в шведской эстафете. Совсем скоро спортсмены окончательно наберут форму и отправятся на чемпионат России. Редактор субтитров А.Семкин